Всем привет, с вами Галактики. Мы продолжаем играть в Dark Souls 3. В прошлой серии я не мог найти место с этим деревом, которым мне написали, что там можно запрыгнуть всё-таки. Оно вот здесь, нужно было наверх подняться. Я почему-то забыл совсем про этот проход, хотя мы здесь были, да, и видели и смотрели. Вот, но что-то я забыл, что можно сюда ещё подняться. И вот таким вот образом можно без особых проблем запрыгнуть с дерева на эту крышу. Вот, давайте посмотрим. Косточка возвращения, три штуки, прекрасно. Вот, я тут на самом деле столько тренировался, чтобы сюда запрыгнуть. Вот, молодцы ребята, которые пишут, что... Пишут какие-то, да, подсказки, но не пишут, что я там найду, зачем туда мне нужно идти. Вот такие мне нравятся подсказки, вполне. Вот, ну здесь вроде я смотрел, когда тренировался прыгать, вроде здесь ничего не было с этой стороны. Да. Это у меня ещё сейчас палец порезан, замотан этим пластырем, поэтому мне большой как раз прыгать не очень удобно. Я думаю, если всё нормально у вас с пальцем, да, то запрыгнуть будет ещё проще на самом деле. Так, и мы вот куда-то ещё сюда выходим. О! А что с вашим гнездом? Пумпурум. Пумпурум. Во второй части тоже было гнездо с какими-то якобы птицами, которые просили, чтобы мы приносили им что-то мягкое, гладкое. Тут они что-то совсем плохо говорят. Пумпурум. Пумпурум у них хорошо получается. О, осколок эстуса. Хорошо. Недаром сюда шли. Но в гнездо я даже не знаю, пока мне вроде бы нечего. Ээээ... 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 Ой, не то. Зато сработало всё равно. Только... Что нам это дало? Хм... Давайте лайк поставим сообщению. На самом деле, мне вот очень нравится система с этими сообщениями, да? Одобрить, одобрить. Надо пойти ещё возле дерева сообщение написать, что там действительно можно как-то запрыгнуть. Но давайте, я не знаю, спрыгнем здесь. Там вроде трон, да? И там мы были, а с этой стороны... Ага. Так. Эээээм... Сундук. Ещё там что-то, ребята, мне подсказывали, что мимика можно определить по цепи. Давайте мы попробуем всё-таки отойти и пострелять в него для начала. На всякий случай. Хотя нету кровавых пятен, да? Нету... Ммм... Подсказок. Но мало ли. Мало ли. Давайте как раз бинокль потестируем. Я не на запись немного попробовал, и с биноклем всё не так плохо оказалось. Вот. Точно так же он работает, как и в прошлой части. Единственное, что не берётся в руку и достаётся немного теперь дольше. Так. 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 Секундочку. Так. Прошу прощения. Так. Давайте попробуем бинокль всё-таки взять. Прицелиться примерно. Жалко, конечно, что у бинокля, как у лука, нету прицела, да, нормального. Но сейчас у бинокля есть приближение. Я не знаю, раньше было. По-моему, раньше не было. Приближение. Ну, попробуем сейчас бахнуть. Ну, вроде норм. Так вот. Ребята ещё говорили, что якобы по цепи можно как-то определять. Мимик это или не мимик. Она якобы смотря в какую сторону повёрнута. Но я вообще не в теме. Я, если честно, просто даже не помню. Серебряное кольцо жадного змея. Так. У нас... А, у нас, да. Места для колец есть ещё. Больше душ приносят, да? Мелочь такая, а приятно. Ну, там на копеечку больше. Серебряное кольцо, изображающее змею, которая могла быть, но никогда не была драконом. Павшие враги приносят больше душ. Змей – существа, известные своей алчностью. Они даже поглощают добычу больше их самих, проглатывая её целиком. Впрочем, если кому-то кажется, что это слишком можно ограничиться традиционной жадностью. А, так. Ну, в целом, вроде бы всё. Здесь мы осмотрели. Интересные такие места. Мы сейчас, кстати, сможем ещё одну флягу получить. Ой. И да, надо, наверное-таки, пойти, может, там какое-то сообщение написать возле дерева. Давайте посмотрим, как это работает. Вообще тут... А, вон уже отображается послание, да, возле этого. Ну, мы его читали когда-то. Давайте здесь... Прямо вот на дереве, наверное, попробуем. Может, как-то поближе. Из шаблонов что у нас есть? Может помочь. А, да, здесь много всего интересного действия. Может помочь прыжок. Как-то так. Ну, давайте попробуем. Может помочь прыжок. Сменить формат, сменить категорию, справка. Ну, давайте попробуем. Наверное, может, как-то не так. Надо было не здесь его оставить, а... Или здесь было сообщение, слушайте, такое. Я вот даже не помню. Ну, ладно, фиг с ним, оставим. Что ещё? Что ещё из такого, что я хотел... А, да, у бабки я, получается, купил. Мне тоже ребята подсказали мелочек, который... Я что-то раньше на него внимания не обратил. Где наша бабка? Бабка, ты где? А, бабка вот там, по центру. Жест. Ближний бой. И тогда осторожно, любовь. Я в шоке. Вот у этой бабки, у неё, вот, в продаже был белый мелок. Это как раз тот мелок, который нам нужен для... Помощи. Мы можем оставлять знак призыва, и нас могут призывать на помощь к другим игрокам. Давайте сейчас укрепим ещё флягу с эстусом. У нас теперь есть... Укреплено количество использований. А теперь распределим. Три на три оставим, наверное. Мне кажется. Пока что так. А там посмотрим. Так. Такс. Хорошо. Это такой бонус, в принципе, неплохой у нас. Дополнительная фляга. Давайте попробуем... Помочь кому-то. В холодной долинах. Где это у нас? Через башню на стене, по-моему, у нас был короткий путь, если я не ошибаюсь. Попробуем кому-то помочь убить эту собаку. Гадскую собаку. Ну, это тоже... Помощь... То ещё... Развлечение, по-моему, не здесь у нас был, да? В другом. О! У нас же прямо здесь костёр есть. Чё это я? Совсем забыл. Да. Потому что зачастую умирают те, кому мы помогаем. И нам тогда приходится снова в костёр возвращаться. Но тут костёр удобно расположен. Так. Это нам не в ту сторону. Ребята будут заходить оттуда. По идее. Поэтому давайте сейчас. Ах. О, как он... Как он классно повернулся. Добавим мелок в... Нашу экипировку. Мелочек. Мелочек. А это что у нас такое? Чёрный кристалл разделения. Изгнать фантома, ясно. Оу. Ничего себе. Ещё и попал, зараза. Я в шоке. Ну-ка давайте попробуем сейчас биноклем. Забиноклить. Вот так вот мы, да? Берём и стреляем. По идее, есть. Сейчас ещё и по этому. Айт. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Что бы нам тут никто не мешал? Значит. Оставим здесь мелок. Что нам это даёт? Это нам даёт ещё... Если мы побеждаем босса, да? Все вместе, дружненькой толпой. То мы... Ну, в прошлых частях мы получали человечность. Вот. А возвращали себе человечность. А здесь возжигаемся, наверное. Как-то так будет правильно это назвать. Единственное, что ждать, может быть, придётся долго. Потому что, мне кажется, здесь очень много будет знаков призыва. Вот. Ну, посмотрим. Посмотрим. Я подожду немного. Не так уж долго пришлось ждать. Нас уже призывают в другой мир. В обличии фантома. Я ещё только что оборвал запись. Поэтому придётся склеивать. Хозяин углей. Слушайте, а у нас что тут ещё? Титулы какие-то есть? Оу! Оу! Это что-то было не по плану. Ты что такое? Ты что такое? Оп! Мы кого-то убили. Что произошло? Костяные оковы. Безумный тёмный дух погиб. Спасибо. Что произошло здесь только что? Дружище, расскажи мне. Призвать фантома нельзя. Он кого-то ещё хотел призвать, видимо. У него что-то не получилось. А там у того красного фантома, который на нас напал, у него что-то ещё было. А слушайте, а где мои все бутылки? Чё у меня их так мало? По одной. Всё? Ты меня выгоняешь? Или что происходит? Всё? Ты меня выгоняешь? Или что происходит? С Эстусом. Так. Чё происходит? Пошли. Или ты ещё кого-то ждёшь? Куда он? Куда он побежал? Что вообще творится здесь? Призыв другого фантома. О, ещё призывает кого-то всё-таки. Я вот реально что-то не понял. То есть он вместо меня кого-то призвал. О, мои бутылки на месте. Что? Что вообще происходит? Так. Ладно. Давайте мы ещё разок. Мелок используем. Посмотрим, что вообще. Может, в другой раз как-то понять не будет. И посмотрим, что мы там подобрали. Что за... Что за, что за, что за вот эта вот штуковина? Особая кость, получаемая за убийство в другом мире. Всего одна такая кость есть в позвоночнике. И мародёры полагают, что это оковы богов. По их мнению, каждая жертва – это новая связь. Пополнение в семье. Члены ковенанта мародёров находят их в трупах своих жертв. А, хозяин углей вот этот вот, да? Или как там у него был, типа, титула, да? И мародёры – это ковенанты. То есть сейчас ковенант сверху написан над именем персонажа. Ну, подожду ещё раз. Посмотрим, что будет, когда в следующий раз меня призовут. Сейчас я уже немножко дольше ждал. Но вот нас уже призывают в другой мир. Сейчас мы сразу посмотрим, что вообще здесь происходит. Никто ли на нас не нападает? Вроде никто. Опять же, хозяин углей, да? То есть тут какой-то ковенант есть. О, и воины солнца. Так, hello, hello. Hello. Сейчас будем. Да, и вот опять у меня получается только по одной бутылке. Эм. Эм. А куда мы идём? По-моему, это какой-то спойлер нам на будущее. Видимо. Так, тихо-тихо-тихо. Оп. Ха-ха. Этот спойлер меня ваншотнул. Танцовщиц холодной долины. Так. Что-то снова пошло не по плану. Блин. Короче. Теперь понятно, почему там было много кровавых пятен. Теперь мы знаем всё. Ладно, пойду я отсюда. Мне здесь что-то не нравится. Видимо, все, кто хотят, да, призывать себе на помощь игроков, чтобы справиться с тем боссом, вот, видимо, забирают тех, кто свои сообщения здесь оставлял. Но тут же тоже надо понимать, да, что там, наверное, более высокого уровня боссы и ребята там более серьёзные, потому что все вон с ковенантами. Может, этот меня первый отправил домой сразу, потому что понял, что я ещё малый глуп. Вот. Ну ладно. Пошли. В целом интересно. Если сейчас босса ещё кого-нибудь найдём, ну, сейчас не сейчас, но, может, когда-нибудь ещё найдём босса какого-нибудь, да, то... Посмотрим. Может быть, тоже будем помогать кому-то. Так. Мы, получается, открыли в позапрошлой серии, по-моему, костерок. Я даже не знаю, какой. Вот этот, по-моему. Сейчас будем смотреть, возвращаться, что тут вообще у нас было. Да, мы, получается, прошли вот этот вот мост. И здесь у нас был костёр. Но там у нас ещё, там ещё много мест осталось, где мы... Многого ещё не видели. Так, тут у нас крысы тусят. Давайте мы их сейчас расстреляем. Вообще, какое-то автоприцеливание, по-моему, тут срабатывает иногда. Так, у вас там ничего не осталось? Не видно, если даже что-то и осталось. Так, и ещё пара мелких крыс. Давайте попробуем их стрелами... Расстрелять, стоять. О, отлично. А, нет, не хватает немножечко, чтобы с одной стрелой их сжахать. Тогда будем большими. Так, и там где-то ещё одна была. Вот уже бежит. Прекрасно. Всё. Давайте посмотрим, не осталось ли здесь чего интересного. И здесь, может, чём мы... А, вот лестница была. Ага. Может, здесь какие-то двери. Давайте попробуем по ним ударить. Ударить, как мы... Вот так вот ударяем. Нет, всё нормально. На всякий случай. А вдруг разобьём, да? А, впереди ангел. Тут у нас заперто. Хорошо. Так. О. Привет. Давайте сразу бутылку с маной выпьем. Полезли. Где-то кто-то топает. Я уже... Кто-то... Где-то умер, походу. А не просто топает. Так. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. А, мы когда у нас полное это, то банки не расход... Расходуются? Расходуются. Ничего себе. Мне казалось, что не расходуются что-то. Ладно. Пью. Есть. Так. Ещё разок пройдёмся здесь. Мы, по-моему, в эту сторону вообще не ходили. Мы вот туда поднимались, да? Это, я помню, было дело... Давайте вот этого убьём товарища, потому что он... А, он сюда не идёт? Он здесь, по-моему, стоял. Возле моста. А потом упал, по-моему, да? Так. Опять не то. Привычка. Чё-то нажимать на эту клавишу. О! Хорошо. Знатно бахнули. Ну, как вариант. Ну, кстати, упал и выжил. И ящерка вон тоже лежит. Нам надо как-то туда вниз спуститься по-любому. Но я пока не знаю, как. Я не хочу. Или это не он, слушайте? Пока не совсем понятно. Давайте попробуем, может, этого расстрелять. А у нас не получится, да? Он будет убегать. Ладно, ману тратить не будем. Просто... Лучше. Вот этого бахнем. И... Давай-давай-давай-давай. Доставай. Можно было так стрелять тут. Хорошо. Так. Кто-то где-то рычит. Там тоже вон еще врата какие-то. О, привет. Да ну, елки-палки. Давайте мы просто вот так вот будем целиться. Эм... Ладно. Хорошо. Не, ну че, теперь нормально в целом получается. С биноклем уже более-менее. А еще мы где-то когда сверху смотрели оттуда, видели, что где-то здесь собака, по-моему. Да, вон она. Ну, давай. Окей. Бутылки я все выпил. Че-то... Переключаться между биноклем и бутылками теперь неудобно совсем. Впереди атаковать из засады. Стоп. Еще и жест можно добавить. Ух ты. Прикольно. Только сейчас увидел. А, вон да, собака. Еще одна, действительно. Оп. Как она меня обошла. Быстрые, шустрые собаки. Вообще, много очень мобов таких, очень быстрых. Теперь у нас в этой части Дарк Соулс. Так. Давайте дальше осматриваться потихонечку. Куда там дорожка это нас приведет. Да, и вот этого мужика мы видели, тоже сверху смотрели. Крамовые пятна почему-то мне подсказывают, что он не я, не наш союзник. Так-то, ну, повернись ты к нему, ну. Впереди лжец. Так. Бутылок у меня нет. Вариантов у нас здесь немного. Ладно. Пока он сидит. Давайте мы осмотримся для начала. Какие красивые деревья там. Класс. Просто огонь. Ну, надо было еще, да, здесь, вблизи посмотреть. Откроем. Ворота. Может, он сейчас как раз и встанет там и по хребту мне настучит. Так. Нет, это не он топает. Можно куда-то подняться. Оп, 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 оп. Кто-то вызвал лифт. Подождите. Впереди чародей. Ой. Это ж кто-то был в такой одежде во втором Дарк Соулсе, по-моему. Очень интересный разговор. О, извините меня. Я был взорвлен в думке. Я Зигверт из Катарина. К сожалению, я в поле пикса. Ты ever walked near a white birch, only to be struck by a great arrow? Ну, если я не ошибаюсь, они приходят из этого Толера. Кто-то это, я уверен, я могу поговорить о них. Но я должен найти дорогу. И это просто проблема. Этот рост только вниз, вы видите, и... Так, я, получается, спускаюсь вниз, и лифт подымался наверх. Ты потом... Я спускаюсь вниз, ты садишься на лифт, а потом я подымаюсь, и ты подымаешься выше. Этот лифт только подходит с небольшим расширением. Ясно, закончились у него диалоги. Блин, ну я не знаю, пошли, посмотрим. Просто там еще был один проход. И сейчас тоже тут куда-то нас... Управляют. Я реально, когда в этот зал зашел, то слышал какие-то... Какой-то топот. Чьих-то огромных-огромных ног. Так. Осторожно, монстр. Ну, вот там я кого-то вижу. Кто-то пытался, пытался. И не справился. Так, ладно. Давайте, что нам, бинокль, наверное, не поможет в любом случае. Так. Такой как будто бы на готове прям сидит, слушайте, как будто бы... Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ха-ха. Вот это он резкий. А у меня бутылки закончились. Вот это он резкий. Бутылка с маной мне тоже не поможет. А ну резкий, погоди. Вообще не туда, куда-то. Давай, давай, давай. Вот это пока бинокль достанешь. Конечно, неудобно. Ну, мы сейчас тут на один удар вообще. Я не обратил внимания, сколько у него жизни было. Я попал по нему или нет? А тут еще, когда одобряешь чье-то послание, то там то ли чуть-чуть хп восстанавливается, то ли еще что-то идет. Какой-то бонус определенный есть. Для того игрока, кто сообщение написал. Вот это он здоровенный. Так, как бы мне так. Давайте я выпью последнюю бутылку с маной. Может сейчас получится. Да нет, 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 нет. Сейчас пусть он уходит. Сейчас мы. А нет, я по нему так и не попал ни разу. Уходи. Уходи. Пока. Надеюсь, я тебя больше не увижу. О, я еще раз по нему успел. Блин, а если я сейчас на него спущусь? Этот друг как будто бы... бобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобоб наверх я пошел хух хух и ретельский меч так что за меч вот он физическая атака dd сила ловкость но это явно не для нас еще и надо единичку силе подобрать прочность правда хорошая такая ну-ка давайте попробуем сравнить с катаной ой нет сравнить с катаной говорю так вот так мы сравниваем насколько я помню урон побольше да идет чем у катаны до 115 правильно то что сидим то а урон от холода интересно слушайте в целом в целом обычный колющий но это мне надо еще силу качать ну хотя качать не единичку добавить только и в целом все норму лик будет ладно уголь хорошо угольном хп восстановит если вдруг понадобится но нам пока не понадобится я думаю открыто здесь я бы хотел срез какой-то костру здесь найти если честно а я нашел выход в лесочек я хотел в лесочек и костер смотрите его че-то не заметил путь жертв прекрасно в принципе чем не срез чем не короткий путь но мы еще с этой локации не закончили я еще пойду погуляю здесь где-то так хорошо вроде бы можем подниматься наверх нам где-то сверху там была какая-то определенно ну не знаю интересно и не интересно но булка в общем проход куда-то нам правда сейчас придется здесь снова со всеми разобраться вот этот друг мы с ним толком не пообщались не посмотрели что он из себя представляет и вот туда не ходили там может быть закрыто впереди хвост с этой стороны не открыть там кто-то сидит вроде как какой-то из нпc наверное ладно давайте поговорим с этим мммм а но но да и друзья но это это truth и и какой-то О чем речь? Ясно, ладно Так Да, у нас вот есть еще вариант спуститься вот туда вот вниз как-то Я не знаю, как бы нам это лучше сделать И еще У нас есть один вариант, это пройти с другой стороны Получается, там есть еще одно место, куда мы не ходили Это я помню точно Так, давайте мы сейчас через бинокль его забиноклим Бинокль конечно вот вымораживает тем, что так долго достается теперь Хотя нам подождите, долго придется возвращаться туда Нам проще будет через другой костер пойти Если туда Давайте попробуем Каким-то образом Спрыгнуть, я даже не знаю Мне кажется почему-то, что тут у нас не получится Но Опа, получилось Отлично, что Пошли, посмотрим Погуляем здесь, я согласен Впереди группа врагов И темнота Крыса Одна Там вон куда-то лестница Еще, ой, тут еще лазить и лазить в этой локации Так, а где группа врагов? Я только пока одну крысу вижу Может повылазят потом, да? Ну ладно Может меч достанем Если с крысами То Можно мечом их попробовать Будет порубить Ой Так, тихо, тихо Бутылку с хп достаем О, да А можно будет и Залезть Успеть Без проблем А, можно залезть и И вот так вот сделать О, да С прыжка ее рубануть Эту гадскую Ой 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 Что-то их много оказалось здесь Ну ладно Мы-то Маг Как-никак Все Закончились Крыса Нет Но они на самом деле слабенькие Как бы Воину здесь Воинам вообще Во многом проще играть Это вот О, стоп Это проверено на самом деле Я вот начинал За воина и за рыцаря Начал играть Ну, чисто просто посмотреть И Первый босс Талисман святого Так, что это такое Первый босс намного проще Ящерица легла просто вообще на изи А ящерицу я до сих пор магом своим не убил Так, талисман Святого Где он Где-то А, может он А, вот Это получается Этот Как колокольчик Только Только лучше Надежная молитва Да Да Как колокольчик Только лучше Ладно Это нам не особо интересно Но если бы я к лерикам играл Было бы интересно Конечно Так Вообще я, наверное, выпью все-таки Немного перед тем, как мы пойдем дальше А, вот, кстати, смотрите Да, мы пришли к этому О О Смотрите, как классно Не смей А что там пишут Оценки 1 Будь у меня ритуал Оценки 0 Что? А А А А А А А А А Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Пожалуйста Кто там Возвращает меня Неболки на мою кровь Мелые животные Они никогда не остановят Смех Так Пожалуйста Смех Смех Он, получается, про эту тетку говорил тот. Коснуться? Че, коснемся? Говорят, не смей. И был бы ритуал... А про лжеца нам говорили, что тот лжец. Блин. Вот мне нравятся такие моменты, когда... И че делать? Давайте коснемся, я знаю. Хранительница огня, которая уже ничего не поможет. Мольба. Мы получили жест. Ой, я пропустил, блин. Я может быть огняцем. Твоя тетка меня освободила из текущей. Ты тогда чемпион. Я слабая и не подчеркнула огня. Но если это не повредит тебя, я могу перейти в твою службу, а не так? Принять её услуги О, спасибо, сладкий чемпион Я буду принимать мои упражнения Я, Ирина of Karim Соленнно сверла, чтобы служить тебе Они только запутывают и обманывают Наверное Мы, наоборот, все сделали неправильно Вот, по идее, теперь вот этот друг на нас нападёт Нет, ты не нападёшь Ну Какой-то очень сквейт Пытый, которые были без помощи Да, очень хорошо О, смотрите, мы двоих просто Прекрасно Ну, понятно Нам, наверное, пока стоит эту серию закончить Сейчас я пойду банки восполню И мы ещё спустимся вниз Вот туда И пойдём дальше исследовать эти местности Эту локацию Тут ещё есть, что поисследовать Ещё здесь Ещё в... Вот здесь я слышу, кто... А, это, наверное, сверху кто-то топает И ещё, получается, с другой стороны С прошлого костра С позапрошлого, наверное, костра Мы Не дошли там тоже до конца Куда-то там Потому что меня убили Я решил пойти посмотреть с другой стороны В общем, тоже будем заниматься этим В следующей серии Будем исследовать Изучать местность В общем, довольно интересно Всё пока получается Вот И всем спасибо за просмотр Всем пока И увидимся в следующей серии